Привет, друзья! Дописываю картину «Пианист». Дописываю. Ещё не дописал. Да, и сейчас я думаю о том, что есть какая-то доминанта сегодня, о чём бы человек ни думал, хочешь, не хочешь, он думает об этом. Делать или не делать? Делать или не делать? Вот о чём люди думают. Но руки мыть надо. Я всегда руки мою, я всегда мою лицо. Вот пришёл курьер, принёс мне там краски, а я руки помыл. Руки мыть надо, я же доктор. А теперь я вам скажу, откуда ноги растут. Ну, есть такая пословица или метафора. Откуда ноги растут? Вы знаете что? Есть первопричинные вещи, которые руководят нашей идеологией, которые у нас в голове, которые захладываются с детства. Ну вот, например, в Библии написано, что решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Бога никто не видел, стало быть, как Творца. Да. А с другой стороны, в Библии там написано о первозданном грехе человека. Ну, о том, что... Ну да, 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 вы все знаете, что змей там искушал Еву. Почему, говорит, ты не хочешь есть плод? Вот это здраво познание добра и зла. Ева говорит, отец не велел. А почему, знаешь? А почему, спрашивает Ева, потому что станете как он. Вот на что надо обратить внимание, что станете как он. А на что обращают люди внимание в основном? Вот в тех странах, например, где больше обращают внимание на первые строчки, что решил Бог создать человека по своему образу и подобию, преступности меньше и презумпции виновности меньше, потому что там не думают автоматически, что каждый человек грешник. Стало быть, если ему дашь свободу, он начнет там и улицу, как я говорю, на красный свет переходить. А в страны, где вот обращают внимание больше на то, что первозданный грех и неправильно это читают, и не так, как я сейчас правильно сказал. Потому что первозданный грех человека, эта метафора родилась, знаете, из-за чего? Из-за того, что есть научная картина мира, а есть религиозная картина мира. В религиозной картине мира обобщен тысячелетний опыт человечества. Тысячелетний опыт человечества. И там как раз таки и сказано, эта метафора, что он предлагает выбор. А человек, мы же говорим, что человек, в отличие от животных, имеет выбор. Но какой выбор? Так вот вопрос. У нас, у нас, к сожалению, всё это безобразие происходит, потому что у нас есть эта презумпция виновности. Откуда она берётся? Откуда ноги растут? Ну да, ну да, вот поэтому, что у нас, не хочу это говорить, но церковь, она же тоже читает иногда неправильно Библию. Так же тоже люди, понимаете, всё зависит от уровня развития человека. Христос сказал, люби ближнего своего. А что происходит? А почему люди живут не в радости, ради чего родились же люди, а в скорби? Почему? Потому что вот так нам преподносят, вот так нам всё преподносят, что вот это оскорбил, терпел и нам велел, а на самом деле он говорил, люби ближнего своего. Это же в чём была суть. Кто, где, что, какую часть читает и на чём настаивает. Ленин тоже в своё время говорил, люди должны быть образованы до такой степени, что даже кухарка будет уметь управлять государством. Потом взяли, прочитали, кусочек оторвали и прочитали, чтобы кухарка управляла государством, и поэтому типа теперь так стало. Ну, вы понимаете, это называется вырвать из контекста и эксплуатировать знания в зависимости от того, кто победитель. На том акценты и ставит, где хочет. Друзья, презумпция невиновности и виновности человека, свобода или дисциплина, радость или сотворить себе кумира, жить с Богом, быть сыном Божьим или быть рабом Божьим. Ну, это же такое дело, понимаете, это же дело как раз и уровня развития людей. К сожалению, нами управляют не все, не все достаточно просвещенные в этом отношении. Понимаете, я чем больше занимаюсь изучением философии, тем больше я ценю Канта, который сказал, звёзды над нами, этика внутри нас, тем больше я ценю Толстого Льва Николаевича, тем больше я ценю Достоевского. Правда, я с Достоевским немножко не согласен, он говорит, красота спасёт мир, а я говорю, доброта спасёт мир, потому что мы создаём на уху человечности этот единый международный язык, который позволит всем лучше понимать друг друга, всем лучше понять, что мы все одной природой, одной природой, поэтому, может быть, договоримся, договоримся, что не нужна презумпция виновности человека. Это что такое, когда ты законы выпускаешь уже с одновременным представлением, что если дашь послабление, то человек начнёт становиться плохим, он грешник, ну что же дур полная. Короче, надо менять всё это дело. Надоело уже. Оттуда многие растут. Люди, которые менее развиты, которым ближе невежество, инстинктивные механизмы выживания, они нами управляют, а люди более развитые поэтому, они находятся, как говорится, или водку пьют, или стреляются, или там ничем занимаются, чем надо, ведь это же как цепная реакция, это же вся страна, сложно подчинённое предложение, где нет инициативы у человека, да, где человек не может делать то, что он хочет, и думать о чём хочет, он должен думать именно вот так, а не так. Ну так у нас было всегда. Вы знаете, кто мне понравился, когда я смотрел недавно беседу Быков, там беседа была Дима Бекова, Дмитрия, и Панасенкова. Какой Панасенков, молодец, друзья! Чтобы кто ничего не думал, лично моё мнение, я когда послушал, что он собирается сейчас так же основательно, как он писал книгу о Наполеоне, которая, оказывается, не Наполеон напал на Россию, а царь-идиот Александр, трижды его провоцировал, трижды, а Наполеон, оказывается, как раз-таки нес культуру образования, а этот козёл провоцирует, провоцирует, потому что у него огромные ресурсы, огромные территории, а там какой-то француз, там популярность упал, и он его провоцирует. И тот потом вот пришёл в Россию, вы знаете, я Панасенкова очень уважаю, потому что он привёл там документы, документы, а не просто так, кому что в голову сбредёт. Это действительно прекрасный учёный в этом отношении, прекрасный большой труд, где даже те директоры истории, которые подписали ему рецензию позитивную, и там много людей подписали. И вот я теперь слышу с восторгом, что этот Женя Евгений Панасенков такой же труд собирается писать о Отечественной войне. Вы представляете, ведь закрытые архивы, мы никто ничего не знаем, нам дают информацию, мы её глотаем, как там говорят, people have a heart. Что это? People have a heart. Короче говоря, я желаю ему здоровья, счастья, я желаю Жене Панасенкову удачи, потому что в зависимости от того, кто там, какая личность находится в точке перелома, в точке бифуркации, в точке смены эпох, как сейчас, какая личность находится там, которая толкнёт в эту сторону, пойдёт история так, толкнёт в другую сторону, пойдёт история так. От личности тоже зависит. Да-да, именно в эпоху перемен, именно в нашу эпоху, сейчас, зависит от того, кто там сейчас попадёт. От его действий зависит. Вы представляете, я желаю удачи, чтобы в этой точке бифуркации у Евгения Панасенкова случилась удача, и он бы, как будто ветер в парусах. Дай Бог здоровья тебе. Какой прекрасный человек. И стиль правильный, современный. он там ругается со всеми, всех там дураками называет, врагами называет, других друзьями. Ну, короче говоря, я сначала не очень это понимал, потому что, ну, думаю, ну, артист там, он ещё и тенор, ну, любит Европу, собирает там у себя коллекции, такой популярный человек. Ну, думаю, ну, первые рефлексы у меня были такие, но когда я послушал, я целый час вниманием слушал. Вы представляете? Оказывается, нормальные люди есть. Я так рад. Я ему написал письмо, я говорю, слушайте, Женя, я, извините за фигуру речи, но ищу нормальных людей. Потому что мы в нашей школе, человек будущего, хомо футурус, создаём науку человечности. Давайте мы с вами поговорим. И вот я пытаюсь, мне сейчас наши, наши, искали координаты. Наша школа, это действительно одно в будущее, потому что я нашёл человека. Дима там немножко мне, ну, Дима Титан, конечно, тут вопросов нет, я люблю Диму слушать, быкого. Ну, он, то, что он там, когда при низкой смерти был, это тяжёлая ситуация, но то, что он там встретился с иным миром, это не доказательство того, что иной мир существует, это реакции мозга в экстремальных для мозга ситуациях. Потому что многие люди с иным миром встречаются без всякой клинической смерти. На призыве, я тоже встречался, я с Богом встречался. Я потом тоже стихи писал, только через много лет, когда понял, что там, и слава Богу, я тогда встретился со светом, а не с чертями. Значит, психика в тот момент была здоровая, так что имейте в виду, у меня психика здоровая, тогда была, сейчас уже не знаю. Но думаю, что мы здоровые, потому что я создатель, и мы все вместе создаём. И что мы создаём? Мы впервые в мире науку, человечность. Такого никогда раньше не было. Религии были, в литературе писали о человечности. Ну так, чтобы сказать, что все эти общечеринские ценности, которые мы в один ряд построили, выразили, взаимопонимание, чувство бесценности живого, сопереживание, счастье быть собой, счастье высшее, быть собой и вместе. Да, ну, там кто не созидает, тот разрушает. И что все вот эти в ряд выстроенные понятия мы определяем по чётким научным критериям, потому что они очень такие расплывчатые, поэтому каждый их понимает как может. Мы их определяем, чтобы было как 2, же 2, 4. Чтобы был международный и общий единый язык наук и человечности. Чтобы люди могли понимать друг друга, потому что сейчас никто не понимает, что значит любить ближнего. как я могу любить соседа, которые там, допустим, буяни все время спать не дают. Что это такое? Да, поэтому и Будда, и Христос, и Магомет говорили о главном, об этих духовных ценностях, которые объединяют людей. А потом по мере тысячелетий постепенно смысл вынущивался, оставалась традиция вот из этой провозглашенной любви, свободы для человека. Потом остается традиция, дисциплина, поклонение, авторитет, ритуал, чиновник. Чиновник сегодня это тот самый фарисей. Да, ну ладно, друзья, до встречи. В следующий раз кое-что интересное будет. А вебинар будем проводить, я сейчас вот написал там в прошлом в ответе на коммент на какую тему. Конечно, я могу провести такой классный вебинар, как использовать сон для озарения по заказу, чтобы создавать открытие, как Тесла, как Наполеон использовали свое состояние для того, чтобы стратегически начинать понимать по-другому в той критической ситуации, в которой находились создавать, изобретать. Я могу, но я хочу, чтобы сейчас все написали, прошу вас, какую вы хотите тему, чтобы я там посмотрел, как на Чаше Весов и выбрал общую для вас актуальную тему, чтобы все получили пользу для себя. До встречи, друзья. Игорь Негода, Продолжение следует...